Всем привет, дорогие друзья! С вами Алексей. Сейчас я хочу с вами поговорить про то, сколько потребляют золото юниты, когда вы их наняли. Все мы знаем, что есть юниты, которые потребляют золото не только для, когда вы их нанимаете, но и также тогда, когда они находятся у вас в армии. Также есть определенные здания, которые это делают тоже, да. И сейчас мы с вами с этим разберемся. Уже было, скажем так, на одном из моих тримов. Мы уже в редакторе это просматривали, но я решил сделать это вот отдельным видео. Возможно, кто-то это не видел. Может быть, кому-то это будет также интересно посмотреть. Ну что, давайте начнем сначала, конечно же, со зданий. И этими зданиями у нас начинают быть башни. Башни. Замечаем, одна башня ничего не кушает, две башни кушают золото. Три башни, два золота. Так. Шесть башен, три золота. Ну, соответственно, в общем, одна башня кушает половину золота. Половинку. 0,5. То есть, если вы хотите там укрепиться с башнями, чтобы у вас вокруг были вот эти вот башни все построены, да, внимательно. Будьте внимательны, потому как они потребляют золото. И если у вас с золотом какие-то проблемы, то, может быть, стоит подумать над тем, строить ли дополнительную лишнюю башню. Это такой вот момент, который, в общем, собственно говоря, все башни любой нации кушают одинаковое количество золота. Я проверил вроде как все, да. Вроде как все в этом плане идентично. Что касается зданий, то больше никакие другие здания золота не употребляют. Даже можем вот проверить, построив стену. Вот, как вы видите, стена потребляет камень, а не золото. Если вы не знали, то давайте стоп. Давайте мы сейчас проверим, сколько камня потребляет одна стена. Как он часто будет отниматься. Тут просто будет изменяться скорость и все потребление камня. То есть, опять-таки, строя стену, вы будьте внимательны, потому как стена потребляет камень, и, возможно, у вас будут в этом плане проблемы. Но стены строят редко, стены строят редко, поэтому тут, я думаю, что проблем с этим в этом плане не возникнет. Ну, собственно, вот, здание мы уже с вами разобрали. Я не буду брать, сдаваться там, опять-таки, в порты, в корабли, во все вот это вот дело. Очень-очень редко бывает, чтобы мы на стриме играли с водой, где мы строили бы большое количество портов, да. Давайте перейдем уже к пушкам. Обратим внимание, пушка. Одна пушка ничего не потребляет. Кажется, да? Оно отнимается, но меньше единицы. А давайте построим 10 пушек. 10 пушек отнимают 6 золотых. Соответственно, одна пушка отнимает 0,6. То есть, вот представьте такой момент. Можно там построить с двух этих артиллерийских депо 12 пушек. Представляем, мы построили 12 пушек. И при этом, при всем, мы еще построили 10 башен. К примеру, так, для защиты. Или пускай, пускай не 10, 6, 7. Вот, 8 башен для защиты, да. Все, у нас, ребята, вроде бы, вроде бы уже, скажем так, неплохое количество защиты, да. Но в то же самое время огромное количество золота съедается для того, чтобы содержать вот эти вот башни. И если они у вас будут просто стоять, пушки, да, просто в защите в дефе, то, конечно же, это экономически невыгодно. Просто потому, что это будет съедать вашу экономику. То есть, пушки должны работать. Работать, работать и еще раз работать. Они кушают очень много золота. Они кушают фактически как башни. Поэтому, обратите внимание, минус 12 это уже, на мой взгляд, приличная цифра. Это уже приличная цифра. Так, пушки. Пушки потребляют вот, скажем так, такое количество, да. Но, помимо пушек, есть же еще другая артиллерия. Это гаубица. Вот интересно, сколько потребляет гаубица. Столько же, как пушки, либо же меньше. Это такой тоже очень интересный момент. Сейчас уничтожатся башни. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 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 И ничего. И ничего. Значит, давайте проверим на ста. На ста давайте проверим. Сто. Сто. Только, только, ребята, со ста гаубиц отнимается, прошу прощения, отнимается шесть золотых. Шесть. Только, когда построите сто гаубиц. То есть, вот в этом плане гаубица намного, намного превосходит пушку. Вот просто, просто катастрофически как превосходит. Представляете, 0.6 и 0.06. Это, собственно, колоссальная разница в плане содержания. Недостаток гаубицы. Длительная перезарядка и слишком малая дальность. В остальном же она, конечно же, превосходит пушку. То есть, по содержанию и по нанесению урона она просто, просто на голову лучше пушки. Вот. Так, далее. Существуют у нас еще в пушках еще другие. Это мортира. Бывает, периодически строят мортиры. Давайте разберемся, сколько потребляют мортиры золота. Мортиры. Сейчас. Стоп. Да, они столько же потребляют, как и гаубицы. То есть, идентичны. И, собственно говоря, опять-таки, это уже ваше право, как выбрать, что строить, мортиры, либо же гаубицы. Мортиры очень хорошо стреляют по зданиям, сдалека, с огромного расстояния. Гаубицы же, они стреляют, помимо всего прочего, еще и по пехоте. Ну и многоствольное орудие. Многоствольное. Давайте мы так же построим 10 штучек. Ну и мы видим, это такое нечто среднее между гаубицей и пушкой потребления. Два золотых. В принципе, это тоже достаточно дешевый в плане обхождения, в плане содержания. Такая вот единица боевая. Очень-очень дешевая. Ну, единственное недостаток, они, конечно, валят и своих, и чужих пес. Без какого-либо разбора. Вот. Значит, соответственно, из пушек по содержанию само... Из артиллерии по содержанию самые дорогие, конечно, пушки. Вот. Далее. Далее. Что у нас еще? Какие войска будут содержаться? Ну, понятно. Войска, которые нанимаются в дипломатическом центре. Очень мало мы играем в дипломатическом центре, но, тем не менее, там существуют войска, которые вы нанимаете, и, соответственно, они требуют содержания. Сто драгун, три золотых. Ну, как-нибудь так. Вот. Давайте проверим. Сто рундаширов... Нисколько. Нисколько. Двести уже единицу. Давайте на тысячи проверим. Тысяча минус шесть. То есть, ну, совсем-совсем копейки. Рундаширов можно строить в дипломатическом центре, как бы так вот. Особо не обращаем внимания. Но еще вот в последнее время стал пользоваться популярностью гренадер. И давайте вот мы сейчас проверим на гренадере. Он уже, уже побольше. Вот, уже побольше. Он уже три золотых на ста гренадерах. Требуется на содержание ста гренадеров три золотых. То есть, уже как бы прилично. Ну, и тут, в принципе, последний еще такой юнит, который можно было бы, наверное, проверить. Это сечевой казак, наемник. Он тоже достаточно интересен. Частенько используется, если играть с дипломатическим центром. Ну, вот он требует содержания больше всего. Десять единиц. Представляете, да? Десять единиц это просто, ну, колоссально. Такая циферка на ста. Сто казаков, десять золотых. Ну, они не должны, опять-таки, стоять у вас на базе. Они должны бежать в атаку, рашить, умирать, дабы не употреблялось ваше золото. Вот. Ну что, разобрали. И теперь перейдем непосредственно уже к войскам, которые можно нанимать там в конюшнях, в казармах и так далее. Естественно, это в первую очередь разберем казармы. Это офицеры. Да, офицеры также потребляют золото. И давайте посмотрим, в каких количествах. Строим десять офицеров. Ничего. Но если клонировать, то на ста офицеров они потребляют всего лишь золотой, ребята. Притом, при всем, что они имба, десять офицеров уничтожают, собственно говоря, сто копий, да, свободно уничтожают, то содержание при этом один золотой на сто офицеров, ну, по-моему, это неправильно. Это неправильно, должно быть дороже. Вообще, я думаю, что этого юнита надо перебалансить. Тут есть некоторые вопросы в этом плане, споры. Кто-то хочет этого баланса, кто-то не хочет. Это дело каждого. Разработчики решат сами по себе, что же, что они хотят, и как они это сделают. Капеллан, интересно, требует ли содержание? Не требует. Собственно, Капеллана так решил проверить. И давайте офицер восемнадцатого века посмотрим, сколько он потребляет. Он уже больше потребляет, соответственно, и строить его, как бы особо никто и не строит. Потому что сто офицеров уже восемнадцатого века уже потребляют значительно-значительно больше. Хоть они и получаются хуже. Вот. Убили этих. Далее. Существуют еще юниты. Это уже в конюшне, потому как в казарме уже закончились юниты, которые потребляют золото. А, нет, 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 ребятки. Ребятки, ребятки, ребятки. Есть еще турецкий офицер. Турецкий офицер. Где он? У нас турецкий лучник. Вот он, да? Нет, это монах. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Турецкий офицер. Двадцать пять штук. Ctrl-C. Ctrl-V. Вот. Обратите внимание, в шесть раз больше. То есть, как так? Как так? Почему? Чем турецкий офицер такой вот дорогой, да? Такой вот дорогой. И при том, при всем он хуже. При том, при всем он хуже. Спросите вы почему? Объясню. Давайте, ну, к примеру, российского. Любого другого офицера возьмем. Кстати говоря, российский, по-моему, тоже плохой. Да, кстати говоря. Давайте-ка мы сейчас проверим российского офицера тоже на содержание. Тоже один золотой и тоже он плохой. Вот. Ну, он такой же был, да, казалось бы, как и турецкий. Ну, тогда давайте возьмем испанского офицера. Он идентичный остальному, да? Кушает мало, но у него есть броня от ядер и броня от картечи. Что самое важное. У него есть броня от картечи. У российского и турецкого этого нет. Этого нет. Алжир. То же самое, офицер. То же самое. То же самое. Потребляет много золота. Нету защиты от выстрелов. То есть, как так? На мой взгляд, должно быть наоборот. Но тут почему-то все это сделано нелогично. Ну, это фишка, скажем так, восточных стран кушать много золота. Хотя, на мой взгляд, вот в восточных странах они как раз-таки больше, наверное, идут за идею, да? А вот в европейских странах больше по баблу. Ну, тем не менее, разработчикам виднее. У них это все, как бы, как сделали, так оно и есть. Хотя, и мешало было бы исправить. Хотя, если честно, тут исправлять надо очень-очень-очень-очень-очень-много чего. Вот. Далее. Далее. Далее у нас идет... Ну, что, мы разобрали, собственно говоря, казарму. Больше никаких, никакие другие юниты в казарме не потребляют золота, насколько я помню. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, меня. Давайте перейдем к конюшне. И, ну, в принципе, можно взять абсолютно любую нацию в конюшне. Абсолютно. И давайте мы проверим драгуна 18 века. Честно сказать, до недавнего момента я думал, что драгун 18 века не потребляет золота. Оказалось, я не прав. Собственно, 100 драгун потребляют 10 золотых. Много это, мало, ну, я хочу сказать, что прилично. Я хочу сказать, что прилично. Почему раньше элитные мушкетеры, которые перестреливали драгун, не потребляли золота, я не знаю. Но вот гренадеры, ой, гренадеры, прошу прощения. Но вот амушкетеры 18 века потребляют 10 золота. И это, на мой взгляд, с одной точки зрения, правильно. Правильно. Чтобы нельзя было настроить огромное просто количество, да, и у вас было просто огромное количество ресурсов. Особенно при игре без рынка. Если играете с рынком, то это будет не так заметно. Вы особо по этому, в этом плане не заметите. Но при игре без рынка это все-таки будет немножечко заметно. Особенно, если вы потеряете какое-то определенное количество золотых шахт. Вот. Что еще? Какие юниты из коней есть еще, которые потребляют золото? Франция. Франция. Итак, вот французский королевский мушкетер. Давайте тоже 100 их поставим. 19, ребятки. 19. 19 золотых потребляет французский королевский мушкетер. Он потребляет больше золота. Ну, сделано это для чего? Во-первых, потому что у него сразу 100 силовыстрелов. И он находится в 17 веке. То есть, как только вы переходите в 18 век, да, вам за Францию было бы неплохо сразу начинать строить драгун 18 века. Первая причина. Они не потребляют золота. Вторая причина. Они мощнее. Как хотите. Можете ставить вторую причину на первое место, первую причину на второе место. Как вам будет удобнее. Какие приоритеты для вас будут. Неважно. Они лучше, они дешевле. В плане содержания. Вот. Вот такой вот момент. Так что, будьте в этом плане осторожны. И если у вас будет много королевских мушкетеров, то смотрите, следите за своим золотом. Дальше. Есть еще один юнит. Есть еще один юнит. Наверное, будет один из самых потребляемых юнитов по золоту. Это Гетман. Давайте мы посмотрим, сколько будет 100 гетманов потреблять золота. Сколько будет 100 гетманов? Давайте. 101. 100 гетманов потребляет 64 золота. Ребята. 64. 60. То есть, два, три гетмана потребляют два золота. Три гетмана потребляют. Но они будут без малого два золота. Чуть у меня такая буква В получилась перевернута. Какая-то. Прикольно. Три гетмана будут. Они будут в районе. Вот кажется сейчас один, да? Кажется. Но я сейчас только построю еще одного гетмана и будет сразу три. Нет, два. А, ну да, два. То есть, ну, как бы тут, как сказать, вот, пять гетманов, три золота. Там, ну, там невозможно вот с помощью так вот одного клика, да, показать, как оно получается. Но вот 0.64. То есть, по потреблению они самые-самые-самые дорогие. И тем не менее, и тем не менее, мы видели, что творит 10 гетманов, да? Они, конечно, опасаются стрелков. Они очень боятся стрелков, но гетманы, конечно же, при определенной игре, при правильном их использовании, они хороши. Они очень и очень хороши. Ну что ж, в принципе, на этом я не брал в учет корабли, ребят. Я не брал в учет корабли. Прошу обратить на это внимание. Поэтому, когда будете писать комментарии, как бы не говорите, что вот, мол, ты забыл про корабли. Я их специально не учитывал. Фактически никогда мы не играем с кораблями. На мой взгляд, сейчас море неиграбельно, неинтересно. Это чисто мое мнение. Можете соглашаться, но соглашаться это тоже ваше право. Ну что ж, в принципе, если я каких-то юнитов пропустил, которые потребляют золото, обязательно напишите в комментариях. Большое спасибо за то, что смотрели. Спасибо за подписку и лайк. Собственно, всем добра, друзья. С вами был Алексей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok